Сергей Бендалов Я никогда не мечтал о карьере модели, о модельном бизнесе, поэтому я чисто случайно попал в эту сферу модельного бизнеса. По счастливой случайности я был знаком с одной из учениц подиум школы, которая управляет Татьяна Сергеевна Положкова. И Татьяна Сергеевна мне сказала, что вот на днях будет проходить кастинг на участие впервые в Беларуси. И предложила мне, что у меня есть шансы попробовать себя. Я сходил домой, обдумал это, меня поддержали в этом родные. И я в последний день решился, в последний вечер именно, решился, позвонил Татьяна Сергеевна и сказал, что да, я готов с вами ехать. На следующий день мы отправились двумя автобусами в Минск на кастинг. Слава Богу, я все схватываю на ходу, понимаете, как бы для меня это было очень все интересно, поэтому я подстраивался вообще под все, смотрел. Вспоминаю свои эмоции, когда я вообще впервые вышел именно в финальный вечер, когда вот было там три с половиной тысячи человек в дворце спорта. Дворец спорта был забит просто. И когда вот выходишь, и вот эта вся энергетика от людей, когда, естественно, девочки пищали, знаете, там, для меня было впервые, у меня просто подкасывались ноги. Я стоял, у меня воздуха не хватало. Я лежал на пляже, ко мне приехала в гости мама, мы лежали на пляже, просто отдыхали. Я слышу сообщения в фейсбуке, просто. И вот мне один из ответственных за отбор прислали, сказали, Сергей, у нас есть возможность поучаствовать в международном конкурсе. Мы очень хотели бы, чтобы это были вы. Если вы согласны, пожалуйста, свяжитесь с нами. Я немножко так, минуту так посидел, перечитал несколько раз, потому что я что-то не понял, совсем не ожидал такого, понимаете, потому что уже два года прошло. Уже как бы надежд и мыслей об этом вообще никаких не было, понимаете, как бы и тут приходит такое сообщение. Естественно, это меня застало врасплох. Я говорю, мам, почитай, пожалуйста, дал свой телефон. Мама говорит, еще задумаешь, где это еще? Я говорю, ну, все, надо писать, соглашаться, конечно, раз предоставилась такая возможность. Это нельзя и не воспользоваться. Как бы подготовка была серьезная с моей стороны. Я вот, это строгий режим, это питание, это усиленные тренировки. Я всегда занимаюсь спортом, но более усиленно начал заниматься, чтобы привести себя как-то в порядок после лета. Потому что я совсем был расслабленный, пляж, там, покушать вкусно. Покушать я люблю, но сладкое очень люблю. Поэтому потом приходится дорабатывать лишние часы в спортзале, чтобы это сладкое как-то убрать. Три месяца я себя очень сильно готовил, как и физически, так и морально. Мы же оценивали вообще, какие мы люди. Не только по внешности, там, должен быть красавец или иметь идеальную фигуру, а вообще как человек, человеческие качества тоже очень большую роль играли. За нами постоянно наблюдали, смотрели, как мы общаемся между собой, как мы сдруживаемся друг с другом, как мы помогаем друг другу. Мы все были настолько уставшие, что я только через пару дней, когда отошел, понял, что да, это серьезный титул, но в моих понятиях я никогда к этому не стремился. Честно, у меня не было какой-то такой, знаете, навязчивой идеи. Вот, мне нужен этот титул, я там стану таким-то, таким-то, как есть некоторые люди. Ну, в основном, девушки, конечно, на этом более ставят акцент. Вот, я это принял вообще очень спокойно, честно, очень спокойно. Как бы я видел ребята, которые там, второй, третий и четвертый вице-мейстер, у них, они очень рады были, их приняли, когда они прилетели домой, я просто слежу за соседями, как героев, грубо говоря, да, как бы, ну, я не думаю, что я сделал что-то такое особенное, что, чтобы так вот реагировать, так вот меня встречали, знаете, потому что, ну, окей, предоставил возможность, я ее использовал, и надеюсь, что достойно. На самом деле, и до получения титула, и после получения у меня вообще абсолютно ничего не изменилось, так как это стиль моей жизни. Я всегда занимался спортом, я всегда следил за питанием, вел здоровый образ жизни, как-то пытался самосовершенствоваться, самообразовываться, знаете, как бы, и, да, это титул, это определенная ответственность, но я не вношу каких-то изменений, в своем поведении, ни с людьми, ни с... вообще нигде. Поэтому для меня это не является какой-то ношей. Жюри вообще состояло из... только из женщин. Вот, поэтому, наверное, Диего, так звали мексиканца, удалось как-то более очаровать всех членов жюри, чем остальные участники. Другого... Вот. Другого я не нахожу варианта. Для обложки выбирают, насколько я знаю, и как я вижу, людей с более нестандартной внешностью, потому что сейчас стало настолько много красивых людей, и среди девушек, и среди парней, что модельное агентство и... ищут именно людей с более какие-то отличающейся внешностью, чтобы чем-то они были не похожи друг на друга, да, на других. Я, например, мало подхожу по своим... даже взять мою фигуру, я, можно сказать, перекачан для того, чтобы быть... красоваться на обложках журналов таких. Да, да, это так, действительно. Диего, например, вот мне рассказывал по своей истории, он профессиональный модель международного класса, он путешествует по всему миру, и как-то он приехал на кастинг к Джорджи Армани. Его не приняли из-за того, что у него объем груди был там на 2 сантиметра больше, чем надо. Понимаете? Конечно, благодарен своим родителям и природе, что мне дали определенную внешность, вот, но это не главное, особенно мужчине. Я, как бы, за человеческие качества, за внутренний мир. Я не из тех людей, которые одевают какую-то маску, знаете, вот это самолюбование, тщеславие. Я всегда очень искренен, открыт, я такой, какой я есть. Никогда ничего не делаю на показ, понимаете, это не в моих, не в моем стиле, не в моих интересах. Меня так воспитали родители, и я очень благодарен им за то, что они мне дали такое воспитание. Как бы, я всегда веду себя естественно. Я всегда придерживаюсь этого мнения, что не стоит вообще ни к позитиву, ни к негативу как-то более близко к сердцу относиться, понимаете, как-то более спокойно. Я всегда к этому уже научился относиться спокойно, ко всему. Мы не можем нравиться всем, понимаете, как бы всегда есть люди, которым ты нравишься, всегда есть люди, которых ты не устраиваешь чем-то. Даже если ты нормальный человек, всегда в тебе что-то найдут, понимаете. Поэтому такие люди всегда есть, и они должны быть. Потому что все гладко не может идти ни для кого. Честно, я даже сам, например, считанных людей знаю, мужчин, которые действительно известны в модельном бизнесе и в этой сфере. Вот, можно их по пальцам посчитать. Женщин, конечно, их очень много, потому что они более эффектные. Но в основном ставятся ставки-то на женщин, потому что, как мы с вами знаем, миром правят и женщины, и деньги. А женщины всегда на виду. Вы знаете, как бы... Это нормально, это естественно. Я очень занятой человек. Я очень много работаю. Я занимаюсь спортом постоянно. Я читаю книги. Я занимаюсь мотоспортом, боевыми искусствами. Я пытаюсь в свободное время посещать какие-то культурные мероприятия. Я верующий человек. Я хотя бы раз в неделю стараюсь ходить в церковь. И очень-очень разнообразно провожу время. Вообще, я отдыхаю морально и физически на берегу моря, сидя на песке, слыша морские волны, просто побыв наедине сами с собой, привести в порядок свои мысли. Иногда за чтением книги. Так как я живу на острове, я могу себе позволить такую роскошь. Хоть каждый день. Но, к сожалению, так я очень занят. Каждый день не получается. Поэтому по возможности я вот так вот пытаюсь отдохнуть от всего. Стиль – это внутреннее состояние человека, которое выражается во внешнем образе, в частности, в одежде. Я могу сказать про себя, что мне присущ больше деловой стиль, классический, джинсовый, спортивный. Ну, главное, что я чувствую себя комфортно. И я чувствую себя самим собой. Но стиль – это же не только одежда. Стиль – это еще и прическа, это парфюм, это манеры, это аксессуары. Это все вместе складывается в стиль человека определенный, в особенный. Мечтаю. Это, конечно, тяжелый вопрос, потому что у меня какие-то, может, мечтания совсем банальные. Просто хочу, чтобы у меня, у людей, которые находятся рядом со мной, которые меня поддерживают, которые мне помогают, с которыми я общаюсь, которые мне дороги, чтобы все всегда складывалось так, как они хотят. Что бы я ни сказал, это, конечно, будет звучать банально, абсолютно. Я бы хотел выразить словами одного из героев романа Джеки Коллинз. Он сказал так. «Я хочу иметь рядом красавицу, которая заботилась бы только обо мне. Женщину, которая оставила бы меня на первое место. Верную подругу с неразвитым чувством собственности. Хорошую жену, хорошую мать, извините, прекрасную любовницу, фантастического повара, леди с чувством юмора». Вот так. Страшно. Страшно. Особенно, если она стоит на вооружении у женщины. Да. Да. Про мужчин, конечно, мне тяжело судить. Просто я сам по себе такой человек, знаете. Я не считаю, что мужская красавица. Если мужчина красив, то он чего-то стоит. Мужчина должен доказать то, что он мужчина именно внутри. То, что он красивый внешне, это не его заслуга. Девушку оценивают по внешним данным каким-то. Мужчину, если правильно оценивать, то его должны оценивать по его поступкам, по его поведению, по его слову, то, как он относится к женщинам, к родителям. Я знаю, что моя внешность мне помогает в том, чтобы найти какой-то общий язык с людьми, создать первое впечатление. Конечно же, в этом мне она помогает. Но потом же люди понимают в процессе общения, какой ты человек на самом деле. И потом уже складывают о тебе впечатление, насколько ты соответствуешь своим внешним данным. Для меня великая красота – это соответствие внешности и внутреннего состояния человека. Тогда можно сказать, если у него есть гармония, если он богат внутренне, так же красив, как внешне, то это действительно может называться великой красотой. Редактор субтитров А.Семкин